Культурно-исторический процесс 3. Обоснование идеи прогресса культуры в эпоху просвещения и марксистской социально-философской мысли 4. Эволюционизм и культурный релятивизм в культурной антропологии 5. Неоэволюционизм XX века 6. Современный вариант европоцентризма и культурного релятивизма Концепции Фукуямы и Хантингтона 1. Проблема единства культурно-исторического процесса Во все времена человеческое общество представляло собой богатейшую палитру культур, каждая из которых была укоренена в истории того или иного племени, народности, этнос. Уже древние мыслители, не владея понятием культура в современном смысле слова, пытались ответить на ряд, по сути дела, культурологических вопросов. Важнейшим из них был вопрос о том, в какой степени различие образа в жизни известных им народов является неизбежным. Можно ли определить всеобщие разумные принципы, по которым люди должны выстраивать отношения друг с другом, с обществом, государством? Существуют ли универсальные смыслы, которыми представители различных народов должны руководствоваться в различных сферах общественной жизни? Иными словами, они фактически задумывались над тем, есть ли единая логика развития человеческой культуры или многообразия культур выступает естественным способом существования человечества. Начиная с античной философии, можно говорить о постоянном противостоянии двух вариантов ответа на поставленный вопрос. Одни авторы считали, что наличие множества различных образов жизни, или, как мы бы сегодня сказали, множества культур, является естественным явлением человеческой истории. Соответственно, они полагали, что утверждать существование оптимальных и наиболее разумных принципов жизни людей невозможно. Такая точка зрения получила название культурный релятивизм. В настоящее время культурный релятивизм понимается как культурологическая концепция, отрицающая преимущественное или образцовое значение конкретных культур, в частности европейской, в историко-культурном процессе и рассматривающая различные культуры, как имеющие в нем равное значение. В европейской культурологической мысли оформилась и противоположная точка зрения, согласно которой европейская культура задает тот образец, на который должны ориентироваться в своем культурном развитии все народы. Эта точка зрения получила название европоцентризм. 2. Тема единства культурно-исторического процесса в эпохе античности, средневековья и возрождения. 3. Указанная антитеза, как отмечалось, прослеживается в размышлениях философов, уже начиная с античности. Так, древнегреческие философы и софисты, для которых главным критерием приемлемости тех или иных принципов жизни являлась польза, полагали, что в разных народах могут быть свои собственные представления о том, как следует жить, что хорошо и что плохо. 4. Вместе с тем, в произведениях великих мыслителей античности Платона и Аристотеля прослеживается тенденция к поиску наилучших, соответствующих требованиям разума, принципов общественного устройства. 5. Характерным проявлением такой тенденции была попытка Платона построить теорию идеального государства. В средние века в европейской мысли единственная возможная и соответствующая природе человека, как творение Бога по его образу и подобию, наделенного разумом и свободной волей, была система ценностей, соответствующая христианской религии. 6. Подлинность человеческого бытия связывалась не с разумным постижением мира и определенным на этой основе принципов человеческого существования, а с верой в трансцендентного Творца и Управителя миром Бога. 7. В эпоху Возрождения, когда европейцы стали знакомиться с культурами народов Азии, Африки, Америки, перед европейскими мыслителями встает вопрос об истоках самобытности этих культур, о возможности их взаимопроникновения и взаимовлияния, о критериях уровня культурного развития. 8. В эту эпоху осознается, с одной стороны, что в силу разнообразия природных условий, человечество обречено существовать в виде множества несмешивающихся культур. 9. Эта интеллектуальная тенденция представлена в географическом направлении. Одним из первых такую точку зрения высказал французский мыслитель Боден. В дальнейшем она была развита другим французским философом Шарлем Монтески. 10. Этот способ мышления существовал на фоне сохранившейся идеи о том, что стандартной моделью человека является образ европейца с духовным миром, соответствующим христианским ценностям. Эта установка определяла миссионерскую деятельность христианских проповедников. 3. Обоснование идеи прогресса культуры в эпоху Просвещения. 4. Новое обоснование идеи единства культурно-исторического процесса получает в эпоху Просвещения. Одной из характерных идей деятелей этой эпохи было природное равенство людей. Соответственно, важнейшей категорией, направлявшая их рассуждения, была категория человеческой природы, которая понималась как совокупность универсальных черт, присущих представителям любого народа. 5. Таким образом, в сознании деятелей этой эпохи утверждается идея единого культурно-исторического процесса. 6. И образ этого единства выстраивается вокруг основных черт человека, буржуазного общества, характеризующегося такими чертами, как стремление к собственности, безопасности, осуществлению естественных прав. 7. Утверждается идея прогрессивного развития общества на основе развития человеческого разума, познания сущности человеческой природы с целью создания условий для ее развития. 8. Эта тенденция выражается во все большем укоренении принципов гуманизма как цели культурно-исторического процесса. 9. Важный вклад в развитие идеи прогрессивного развития культуры внес марксизм, согласно которому исторический процесс имеет единую логику и представляет собой закономерную смену общественно-экономических формаций, основу которых составляет определенный способ производства. 9. Культурная жизнь общества распадается на культуры, свойственные различным классам. 10. Цель общественного прогресса, согласно марксизму, состоит в построении бесклассового общества, в результате чего будет преодолена и неоднородность культурной жизни. 4. Эволюционизм и культурный релятивизм в культурной антропологии 19-го начала 20-го века. В 19-м веке проблема противостояния двух названных подходов к истории культуры наиболее рельефно обозначилась в культурной антропологии, занимавшейся описанием различных сторон культуры этносов, находившихся на ранних стадиях развития, формах духовной жизни, верований, обычаев, материальных условий жизни, телесных практик и т.д. 5. Линия единства культурно-исторического процесса наиболее отчетливо обозначилась в эволюционистском подходе, понимающем культурный процесс как общий мировой, единый для всех стран и народов, имеющий линейный и прогрессивный характер. 6. Основой вклад в развитие эволюционизма в культурной антропологии осуществил Тайлор, который полагал, что развитие культуры – это закономерный процесс, обусловленный естественными причинами. 7. Критерием развития культуры он считал уровень развития материальной культуры. 8. Основанием для утверждения о единстве культурно-исторического процесса для него были общее сходство природы человека и общее сходство обстоятельств его жизни. 9. В начале XX века концепция Тайлора была подвергнута критике с позиции культурного релятивизма Буасом. 10. Его позиция получила распространение на фоне утверждавшегося в сознании европейцев чувства кризиса в культуре, разочарования в идее универсального прогресса. 11. Отказ от единой логики в развитии культуры мог стимулироваться и стремление мыслителей других культур доказать право на собственный путь развития, обосновать особую роль собственной культуры, ее отличие от культуры европейских стран. 12. Так, русский мыслитель Данилевский, исходя из ощущения чуждости европейской культуры, создал теорию культурно-исторических типов. 13. К ним он относил египетский, китайский, осиро-вавилоно-финикийский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, новосемитический или аравийский и германо-романский культурно-исторический тип. 14. Не принял идею линейного развития культуры и немецкий писатель Шпенглер, полагавший, что культура в Европе завершает свое развитие и входит в стадию цивилизации. 15. Его идеи оказали влияние на творчество английского историка Тойнби, создавшего теорию локальных цивилизаций. 15. Неоэволюционизм XX века В 30-е годы XX века эволюционистская концепция вновь выходит на первый план. Новый этап в развитии данной концепции получил название неоэволюционизм. 16. Особый вклад в развитие неоэволюционизма внесли Лесли Элвин Уайт, Корнеера и Харрис. 17. В неоэволюционизме обосновывались различные варианты единства культурно-исторического процесса. 18. Так названные исследователи полагали, что эволюционный процесс осуществляется благодаря универсальному механизму адаптации человека как вида к окружению. 18. Адаптация возможна в двух видах, как биологическая и как культурная адаптация, и приобретает наиболее развитую форму в модернизированных обществах, сменяющих традиционные. 19. Этот механизм включает современные технологии, демократический и политический режим, социальный статус, достигаемый собственными усилиями, рационализацию социокультурной жизни. 20. Другой подход развивали представители индустриализма, полагавшие, что фактором прогрессивного развития общества выступает технологический прогресс, обусловливающий в конечном счете и развитие культуры. 21. Еще одна характерная точка зрения принадлежит Маклюену, согласно которому перевороты в развитие культуры обусловлены изменениями в механизмах коммуникации. 22. Согласно этому автору, первобытная культура характеризовалась тем, что общение ограничивалось рамками устной речи, что соответствовало мифологическому способу мышления, обусловливало слитность человека и общества. 23. Средством создания цивилизованного человека, то есть обособившихся друг от друга индивидов, равных перед письменным правовым кодексом, как говорил Маклюен, стало фонетическое письмо. 24. Этот способ организации сообщения способствовал становлению рационализма в культуре, развитию абстрактного логического мышления. 25. Новый этап связан с особретением книгопечатания, которое способствовало развитию национальных языков и государств, формированию рационализма и индивидуализма. 26. Современная культура характеризуется Маклюеном как культура глобальной деревни, в которой общение осуществляется с помощью средств массовой коммуникации. 27. Если печатная техника создала публику, состоящую из отдельных индивидов, то электронная техника создала массу. 26. Современные варианты европоцентризма и культурного релятивизма. Концепции Фукуяма и Хантингтона. 27. В последние десятилетия появилось несколько концепций, представляющих как линию европоцентристского мышления, так и линию, направленную на всемерное подчеркивание факта существования независимых друг от друга культур. 28. В частности, идея европоцентризма отчетливо проводится в старшей очень известной работе Фукуямы «Конец истории». 28. Фукуяма полагает, что западная культура демонстрирует всему миру некий образец, который является итогом развития человечества. 29. Главной особенностью этой посткультуры является, согласно Фукуяме, господство либеральной идеологии. 30. Согласно этому автору, такие ценности, как борьба за признание, готовность рисковать жизнью ради чисто абстрактной цели, 31. Идеологическая борьба, требующая отваги, воображения, должны быть отброшены и уступить место таким установкам, как экономический расчет, решение технических проблем, забота об экологии и удовлетворение изощренных запросов потребителей. 31. Наряду с этой откровенной европоцентристской концепцией появилась ставшая не менее популярная работа Хандингтона «Столкновение цивилизацией». 32. Этот автор видит исторический процесс, как обостряющийся конфликт цивилизаций, который он практически не отличает от культуры. 33. Хандингтон выделяет такие цивилизации, как западная, конфуцианская, японская, исламская, индуистская, православно-славянская, латиноамериканская и с некоторыми оговорками африканская. 33. Он полагает, что различия между цивилизациями, характерными особенностями которых являются черты культуры, настолько существенны, что они оказываются непреодолимыми и более того, могут стать источниками конфликтов. 34. Если раньше причинами конфликтов были межгосударственные и идеологические противоречия, то теперь, полагает Хандингтон, на первый план выходит противоречие культур. 35. Следует признать, что сегодня, когда в мире интенсивно идет процесс глобализации, и с одной стороны происходит формирование элементов глобальной культуры, а с другой нарастает протест против этого процесса, обе точки зрения имеют определенные основания. 36. Противоречие между двумя видениями культурно-исторического процесса, по-видимому, окончательно не может быть преодолено. 37. На каждом историческом этапе оно обретает свой особый вид и свои собственные социальные, политические и идеологические основания. 38. Понимание этого обстоятельства необходимо для того, чтобы избежать догматического, упрощенного толкования сложных и неоднозначных процессов, происходящих в культуре. 39. Благодарю за внимание. 39. Благодарю за внимание.